Всем привет! Спасибо вам, конечно, за внимание к моей личности. Немножко у нас только будет видео-болталочка, о чем вы просите, рассказывать о своих мыслях, делиться, чтобы это был блог немножко более личный. В общем, наберевайте чай, кофеек, будем с вами болтать. Я очень жду ваших комментариев, что вы думаете по поводу этих ситуаций различных. Хочу обсудить две ситуации. Просто расскажу, что эмоционально меня всколыхнуло за последнюю где-то неделю это произошло. Я просто скажу, что когда у меня появился ребенок, я стала более эмоциональна в плане утрат какой-то смерти. То есть это страх, естественно, смерть у меня больше стала. Именно вот эти инстинкты за ребенка. Я очень нервничаю, переживаю, когда каких-то детей что-то происходит по телеку, это все показывает. Я это вообще смотреть не могу. Я это выключаю сразу же. И, в принципе, какие-то утраты, какие-то смертельные болезни или еще что-то у людей происходит. Даже у чужих меня. Меня это очень часто трогает за живое, если так можно выразиться. Ну и, в принципе, в моей жизни тоже я просто вам об этом на канале не рассказываю, всякие существуют ситуации. У меня тоже были очень жесткие, страшные утраты за последние несколько лет. И болезни такие тяжелые в семье у близких-близких людей, родственников. И я, в общем, к этому так очень отношусь и сострадаю. Жалко мне людей. И мы, скажем так, никогда, да, каждый может просто оказаться в такой ситуации, чем-то таким страшным заболеть или с ним что-то произойдет. Это непредсказуемо, как бы ты не ходил там проверяться. Перед раком, например, еще мало кто с ним сможет. Ну, если узнали у тебя на последней стадии, да, ты уже ничего сделать не сможешь. Если это совсем уже... Это просто чудо, если кто-то выживает. Так вот, у меня очень сильно тронуло. Меня просто на день выбило из колеи в инстаграме Гуара Витясян. Кто о ней плохо что-то думает, как-то считает. Я считаю, что эта девушка молодец, она трудоголик. Я ее просто по-человечески уважаю, потому что это сильная личность. Есть люди, кто-то, кто ее любит, кто не любит. Я не из тех, кто любит, но я просто отношусь нейтрально к человеку. Я его, этого человека уважаю за добрые дела, за ее хорошую работу. Она молодец. Для своих лет 26 лет она просто супер. Многим просто нам нужно поучиться у нее много чему. Так вот, она делала преображение. Если кто не знает, она делает преображение девушкам. Абсолютно это бесплатно. Дарится макияж, образ, как правило, парик, одежда, какое-то, может быть, мероприятие, ресторан, поход и все прочее. Людям, девушкам, женщинам с онкозаболеваниями или просто в каких-то таких ситуациях трудных жизненных. В основном это онкобольные. И она делала преображение одной девушки. И это было просто потрясающее преображение. И само видео. Девочке 18 или 19 лет. Само видео, в общем, на последней стадии рака. У нее, как я помню, рак мозга был. Это поздно узнали. За полгода, за этот год девочка просто вот сгорела. И она попала, скажем так, в Гуар. Она ее преобразила. Макияж все. Подарила платье, телефон. Она хотела быть блогером. Макияж с ним. Она подарила ей последний айфон. То есть она, это не из каких-то там помощи, спонсоров. Это все ее личные средства. Все ее личные инициатива. И она людям делает добро. И эта девочка просто, когда начало видео, она там реально отбой. Она уже была на наркотиках обезболивающих. Она без боли не могла ходить. Но все уже. Когда ее преобразили, она чуть ли не танцевать начала. Она крутилась перед зеркалом. Какие у меня волосы. И парики сделали. Какой у нее макияж. Какое у меня платье. То есть человек забыл просто о своей болезни. Это вот преображение до и после. Вот именно ощущения эти давали. И этим так воодушевилась, впечатлилась эта девочка. И я очень сильно желала ей выздороветь. Я понимала, что это мало шансов. Но мне так вот в душе захотелось, чтобы ей 19 лет, 18 лет ей. Вот 18 вроде бы. И человек только начиная жизнь, она ничего не видела. Она из обычной простой семьи. И такое, блин. И к сожалению, через 3 дня после выхода этого видео, девочка умерла. Я посмотрела инстаграм. И она рассказывала очень с юмором, саркастично над раком, своей болезнью. Рассказывала стадии, как у нее вообще было. Что там до весны этого года она вообще в порядке была. Потом нечаянно она начала нога болеть. Казалось, там уже метастазы пришли. Ой, это просто ужас. И девочка просто такое пережила за последние, ну, больше, чем полугода. Ну, за этот год будем округлять. Мне такое было жалко. И у меня какое-то вверх, мне вот это преображение от Гуара усилило надежду, что мы можем людям помогать, что надо, блин, творить добро, помогать ближним своим. И меня это воодушевило, потому что у меня была не так, несколько лет назад была утрата моего очень близкого-близкого родственника тоже от рака. И я понимаю, насколько эта болезнь, эта страшная, что не все могут с ней побороться. И очень многие не могут победить эту болезнь, что это невозможно. Потому что это тоже такая ситуация была, последняя стадия рака. И это такое, и вот это, когда я видела, как девочка, это изменилось эмоционально внутри, она стала просто другим человеком из-за просто макияжа, прически, эмоции у нее другие были. Она поверила в жизнь. Ну, просто это не образ... Поищите в интернете это видео, там, или минут семь, оно есть. Ну, это почувствуйте через экран. И когда она умерла, у меня просто, я, наверное, два дня, я вот так, молча, с утраченными глазами жила. Мне это ударило, вот как, знаете, ты когда воодушевился, поверила во что-то такое. Прям необыкновенное чудо, и тебе такой удар под дых, и ты так скручиваешься, и дышать тебе больно. Столько меня как-то эта вся ситуация под, не знаю, подкосила, короче говоря. Но я продолжаю верить в лучшее, и вообще вам советую, помогайте своим ближним, просто людям где-то вокруг. Мы должны помогать друг другу хотя бы просто морально. Мы не знаем просто... Я верю в бумеранг, все хорошее вам возвращается, делайте хорошие люди. И следующая новость, я думала об этом отдельное видео, снять в психологический разбор личности, этой ситуации. У меня тоже это вот такие глаза было. Я Малахова Андрея не смотрю, прямой эфир, я им вообще не люблю, я это, короче говоря. Но есть отдельные выпуски, какие-то социальные, которые интересны могут быть, что-то, ну, в общем-то такое произошло, да, что я могу посмотреть. Но саму как программу я не люблю, я не являюсь подписчиком там и зрителем. И вот была история про этого педагога-доцента-историка в Питере, который убил и расчленил свою сожительницу, девочку 24-х лет. И два дня два выпуска были у Малахова, интересно, забейте на ютюбе. Но это просто я почему на это обратила внимание, что это было на турецком телевидении. Я увидела по телеку, просто телек был без звука, там в общественном месте, короче, не важен, там в клубе в одном. Я увидела просто, это новость, короче, про этого историка показывают. На следующий день опять с титрами на турецком телевидении, на главных новостях эта история мусолится. Я вообще, когда я сначала в интернете нечаянно увидела отрывок какой-то в новостях, просто, новостной выпуск в России, там, 360 градусов, что ли, какая-то программа есть по телеку. Вот их сюжет был об этом. Я офигеть, ну окей. А когда это началось с такой объемом, все масштабы, в русском телевидении, за границей это обсуждали, вот что. Что в плане Турции, здесь просто об этом факте сначала сказали, а потом, когда его уже в СИЗО поместили, на следующий день уже тоже снимали, это рассказывали более углубленно, что он с ней сожительствовал, рассказали, что он ее расчленил, выкидывал целенаправленность. То есть это не в состоянии аффекта в реку, в пакетах останки расчлененку, это что он созвал себе гостей, когда он убил там с пятницы на субботу, в субботу у него были в гости друзья, он вечеринку сделал, она была в шкафу там где-то, типа, прийдите, спрятанное тело, а потом он его расчленил, он следующий день ночью выкидывал в реку, я просто в центре Москвы. И у него на первом этаже в здании, то я уже у Малахова видела, да, какой-то МВД России, что-то офис какой-то округа, я вообще, ну, короче, милиция по ним, и так в общем говорить, какие-то органы правозащитные. И насколько появилась петиция в защиту этого маньяка ненормального, просто, блин, Ганнибал Лектор какой-то такой, разве что он ее не съел, честное слово, потому что он был действительно с психикой неустойчивой, что в институте его прикрывали, вот это вся всплыла, знаете, наша проблема нашего общества, проблема образования, кто детей наших учит, куда мы их, блин, отдаем, я просто обалдела от всей этой ситуации, как это страшно, от общения этой девочки со своим родителем, которые не знали, блин, что она где делает, она была с золотой медалисткой в школе, такая умница, все правильно поступила, в Питер уехала учиться из Краснодарана. И мама, как вот можно общаться с ребенком, чтобы не знать, что с ним происходит, то есть, естественно, это плохие отношения в семье были, ребенком не интересовались, она была в свободном плавании, или закрыли глаза на то, что он сожительствует с дедом преподом, который на 40 лет старше ее, это просто у меня вот, бам, 40 лет старше, это мезальянс, это не очень, я считаю, что это ненормально, это, извините, когда-то она, это педофилия вообще попахивает, и бам, он ее убил, бам, у него была вечеринка, она была спрятанная, тело дома, бам, он ее расчленил. Боже мой, я это смотрела, это какой-то кошмар, и у меня вот такие глаза были, сначала с Гуара висит вся история, вот так поникла, у меня не было энергии жизненно, когда я это увидела, эту историю, у меня наоборот закипело, забурлило, какой кошмар, возмущение. Самое страшное, что у него много всяких там друзей влиятельных, последователей, он знаменитый человек в плане истории, и у него петиция 50 тысяч подписчиков, хотя бы сказать, ну, кто подписался петицию, что типа его освободите, блин, он убил человека, черт побери, он должен сидеть в тюрьме. Я считаю, что психически нездоровые люди, убившие, например, состояние аффекта, это не смягчающее обстоятельство, то есть если ты психически ненормальный, ты должен сидеть в тюрьме со всеми, непринудительное лечение, 2-3 года тебя выпустили, сиди, мотай срок, ну и что, что он душевно больной, типа не отдает себе отчет, а это человек без состояния аффекта, да, у него шизофрения, это вообще, в гадалке не ходи по видео, интервью, все это видно, эмоциональные всплески, он в бреду, ну, черт побери, его допускали до работы со студентами, с людьми, и его сожительство с молоденькими девочками, это вообще системная история, у него есть там типа дети, семья, ну, короче, у него двойная жизнь непонятная, это какой-то просто ужас, все об этом знали в институте, на него подавали жалобы, но ему ничего не было, и вот это вот, когда жалуются, ему ничего нет, я просто сердечно надеюсь, что этого человека посадят, он по статье, у него не будет никаких облегчений, никаких там комиссий не признают его невменяемым, он вменяемый, он скрывал преступления, у него труп хранился на протяжении времени, он расчленял, убивал, это просто у меня нет слов, что он делал, это не состояние аффекта, а состояние аффекта это вот, перемкнуло и все, а это не состояние аффекта, он скорее психически душевно больным его признает, но это все равно, это что, блин, за статьи у нас по домашнему насилию, по наказанию, по этим статьям, я просто поражаюсь, и когда говорят, ой, она виновата, о том, что она с ним жила, типа, о нем были истории, на него писали заявление, что он там уже избивал какую-то свою сожительницу малолетнюю уже там 10 лет назад, но при этом у него семья и дети, типа, есть по закону, как бы он не разведен, как я поняла, ну, короче, вообще, какой сыр-бур, бред вообще вокруг нас происходит, у меня вот такие глаза, я, блин, в шоке, ребята, мне нет слов от самой системы, системы образования, системы у нас наказания, вы, вас вообще обошла мимо вот эта ситуация или нет, вы наблюдали за этим, вас это взбудоражило, напишите ваши комментарии по этому поводу, потому что я вот с такими глазами, отвиши челюстью, просто жила последнюю неделю эмоционально в всплесках таких, буду ждать ваших комментариев, и напишите в комментариях, поставьте лайки, если вам такой формат видео интересен, стоит ли дальше снимать такие болталки, делиться с вами своими какими-то переживаниями, мыслями различными, жду ваших комментариев по этому поводу.